Фанерная облицовка Фанерная облицовка Фанерная облицовка Дляamiento и внешней стороны двери рисунок подгоняется так, чтобы представлять зеркальное отражение А для внутренней стороны используются те части, которые были выбракованы ранее На изготовление фанерной облицовки двери уходит три листа Клей наносится на средний лист с двух сторон Затем к нему клеятся два других листа Затем операторы пропускают три листа через горячий пресс с температурой более 100 градусов Через полторы минуты клей застывает Эти три листа шпуна превращаются в трехслойную фанеру Затем фанеру шлифуют Отделку для дверей изготавливают из самых разных пород древесины От березы и дуба до клёна и красного дерева На второй фабрике изготавливается сердцевина двери Деревянные доски склеиваются вместе и затем обрамляются планками из белой канадской сосны Все это помещается под пресс, где разогревается клей, нанесенный на доски Однако делается это не нагреванием, как в большинстве прессов, а микроволнами Затем сердцевину шлифуют и калибруют Клеильный станок облицовывает сердцевину, приклеивая с каждой стороны фанерную панель, изготовленную заранее Затем дверь помещается под холодный пресс на полчаса, пока сохнет клей Следом происходит замер высоты и ширины двери Дверь направляется на следующий станок, который снимает фаску и обрезает края до нужного размера Следующий станок выдалбливает пазы для петель Затем вырезается отверстие для ручки Отделка одной двери занимает всего 70 секунд Одна сторона шлифуется, окрашивается и покрывается лаком Затем снова шлифуется и снова лакируется Когда-то на изготовление дверей у ремесленников уходило несколько дней А если ваша дверь вас чертит